Ребята, сегодня хочу вам показать вот такой вид заработка, я никому его не навязываю, как хотите, это всего лишь ваше дело, но я за 2 часа заработал уже, как видите, 11 рублей. Значит, смысл какой сайта? Вы просто сокращаете ссылку, вот нажимаете создать ссылку, появляется вот такой сайт, сюда вводите свою ссылочку, укоротить ссылку, после здесь включаете монетизацию, и после того, когда вы по ней перейдете, или ваш пользователь, он увидит следующее. Здесь будет показана реклама, он ее сможет пропустить, и на этом все, с него вы зарабатываете какую-то копейку, как-никак, а деньги. Сегодня будем скачивать сайт полноценно, со всеми шрифтами, картинками, переходами, визуализацией. Сразу предупреждаю, снимаю в ознакомительных целях, не советую вам заниматься вот такими вот сламами, копированием, то есть нарушением закона и авторских прав. Для примера я выбрал запрос лендинг пример в гугле, и нашел вот такой вот сайтик. В принципе, очень такой вот красивый, автором сайта сразу же хочу сказать, что это все делается в ознакомительных целях, ни в каком случае, ни для какого-то там, какой-то выгоды, или нарушения ваших прав. Теперь, что нам потребуется, вот вот такой вот сайт, sourceforge.net, здесь есть вот такая вот программа, она для 32-битных и для 64-битных систем, давайте ее скачаем. Сохраняем. Давайте распакуем. Все это дело скопируем. Теперь заходим в мой компьютер, диск C, программ файлс, не надо выбирать x86, программ файлс. Здесь создаем папку, которую назовем vget, так как и есть сама программа, так называется. vget. Вставляем сюда всю эту информацию. Теперь нажимаем на пустом месте, вот здесь, чтобы появился вот такой вот адрес. Копируем его. Все это сейчас можно свернуть. Нажимаем мой компьютер свойства. Дополнительные параметры, параметры среды и вот такая вот вкладка патч. Смотрите, у вас будет, скорее всего, Windows 7, Windows 8, поэтому, когда вы нажмете изменить, у вас будет не такая вот вкладка. Тогда вам будет, надо нажать, сделать вот так. Вот. Крапка с комой. Копируете адрес. И снова крапка с комой. И сохраняете. Но так как у меня Windows 10, я просто нажимаю создать. Копирую сюда данный адрес. И нажимаю ОК. Еще раз ОК. Еще раз ОК. Закрываем. Для тех, кто не знает, как вызвать командную строку, зажимаем кнопку Windows на клавиатуре и плюс с ней английскую букву R. Пишите здесь CMD и нажимаете ОК. Тогда появится вот такая вот командная строка. Или еще проще нажать правую кнопку на пуск и командная строка. Не обязательно от имени администратора. Убираете командная строка. Теперь нам нужно проверить, работает ли наша программа. Пишем здесь VGET. Нажимаем Enter. Как видите, все работает. Для того, чтобы еще раз не писать VGET и любые другие команды, это я вам на будущее, зажимаете кнопку, то есть стрелку вверх, команда уже прописывается. И давайте проверим, работает она ли для 64-битных систем. Все отлично, все работает. И теперь, чтобы взломать, то есть скопировать все данные нашего сайта нам на компьютер, я открываю текстовый документ. У меня здесь уже есть команды. Копирую все это. Здесь пишу VGET, пробел и правая кнопка мышь, чтобы вставить сюда вот эту команду. После 10 я нажимаю пробел, заходим на наш сайт, копируем все это. Вот эта команда скопирует полностью сайт со всеми ссылками, вот этими переходами. И давайте правую кнопку мышь, для того, чтобы снова вставить наш сайт. Все. Все, что теперь нужно сделать, нажать Enter. Происходит копирование. Теперь покажу, куда она копирует. Заходите в мой компьютер, ESC, пользователи, выбираете нашего пользователя, который у вас. И здесь появится вот наш домен нашего сайта, то есть вот он, инфо. Видите, да, есть. Нужно теперь дождаться окончания данного скачивания, может занять немало времени, все зависит от того, сколько там информации на данном сайте. После того, как оно скачается, все это, строка остановится, и напишет, что успешно завершено. Давайте я сейчас нажму на паузу, и продолжим после того, когда оно скачает. Как видите, скачивание завершено. За 3 минуты скачало. 149 мегабайт. Данное окно можно уже закрыть. Оно нам не понадобится. Давайте перейдем, как я показывал, диск C, пользователи, наш пользователь, и здесь папка с доменом этого сайта. Переходим. Ищем папку fonts. Если не найдете ее, нажимаете здесь в поисковику, fonts. Нашло нам несколько папок. Давайте нажмем расположение папки. И нам нужно поудалять вот с собаками все, что связано. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok файлик. Итак, дело сделано. И давайте запустим файлик в корне под именем индекс. Вот загрузился сайт. Правда, от оригинала он немножко отличается. Что-то где-то сделано и не так. Но все же, как ни крути, но он скачался. Давайте перейдем к какой-то ссылке. Все прекрасно. Да нет, вроде бы все даже скачалось так, как нужно. Отзывы. Все ссылки рабочие, как видите. Эта ссылка была на рекламу. Категории. Ну и как можете увидеть, сайт скачался оффлайн. Может работать без интернета. Я вам сразу показываю. Центр управления. Отключаем наш интернет. Для примера покажу. Сейчас обновлю. Веб-страница недоступна. И давайте, например, в портфолио зайдем. Веб-сайты. Рекламные ролики. Отзывы. Главные. Если это видео вам было полезно. Если да, ставьте лайки, пишите комментарии. Это очень важно для нашего канала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok